Он не давал Рейхстагу спать. Летчик Герман Петрович Кобелев буквально ходил по крышам, сбрасывая бомбы на Берлин в мае 45-го. Как ориентировались в полете по прожекторам и что солдаты сделали первым делом, узнав о капитуляции фашистской Германии, смотрите в заключительной серии проекта «Рисуют мальчики войну». Рассказ в красках на бумаге отписал Дима Картенко. Время началась, когда мне было 15 лет. На фронте я оказался в 19 лет. 6 июня 44-го года. Пал на фронт. Последний вылет был в Берлин, бомбили в канцелярию. Там все было, там командование сидело. Там две дивизии было, эсэсовцев охраняли. И вот по ним мы бомбили. Но это было сделано для того, чтобы меньше спали. Просто на изморы было. Дело в том, что пехота была кругом. И прорываться в сторону канцелярии невозможно было. Большие потери несли. Поэтому решили ночью. Бомбили мы как раз вот этот самый участок, который нам дали. Окруженный он был прожекторами. 3 часа 45 минут. Постоянно бросали бомб. Мы летали мы на 3 тысячи метров обычно. Бомбили когда. А так вот в последний раз летали. Значит, высота была 300 метров. И бомбы были другие. 100 килограмм. Ну, Берлин был разбит. Ну, пролетели. Спать легали. Следующий полет был до 8-го числа. Ну, значит, в 10 часов мы получили отбой. Ну, война, значит, закончилась утром. Командир полка сказал, говорит, вы все, давайте пейте сегодня днем. А вечером, значит, мы отметим это дело. Столы наставили. И, в общем, мы еще целую ночь пили. Для меня было сложнее всего рисовать взрывы. Потому что, на самом деле, я не видел, как они выглядят. Как происходит сам взрыв. Вот эти всполохи. Этот дым. Этот огонь. Ну, хорошо, что ты это самое. Не на самом деле было у тебя. Этот огонь был просто нарисован. За то, что мальчики лают. Узнали только на бумаге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова